Основной акцент будет сделан на трёх периодах развития Сочи. Первый связан с именем Николая Второго. На рубеже 19-20 веков император задумал непримечательный на тот момент уголок Ченоморского побережья превратить в настоящий курорт. Для этого в город была направлена комиссия, которая и предрекла ему большое будущее. Вслед за ней сюда потянулись вереницы купцов и дворян, на чьи средства Сочи вскоре начал расцветать. Все эти события отражены в документах и снимках тех лет. Следующий толчок к развитию курорт получил уже в сталинскую эпоху. Сюда были привлечены лучшие зодчие, столпы официозного искусства, архитектуры, которым было поручено построить город, фантастический город, город солнца, город утопический. И этот миф о городе-курорте был воплощен отчасти хотя бы в архитектуре. Тогда сочинская архитектура заиграла красками неоклассицизма. И уже в наше время к этой градостроительной картине добавился хай-тек. Зимние олимпийские игры сделали из российского курорта международные. И это третий крупный этап в развитии города. Изменения, произошедшие в наше время, вдохновили многих фотографов. Их снимки и дополнят выставку лики старого и нового Сочи. Музей истории будет принимать работы от профессионалов и любителей вплоть до 6 ноября. Выставка же, напомню, откроется 18 числа в преддверии Дня города.